Роли нет, желание есть. А по поводу того, что пишут, вы ведь не только, условно говоря, читатель того, что пишут, вы же и писатель, вы же блогер такой, в общем, как бы прославленный блогер. Прославленного там, к сожалению, а может и к счастью, ничего нет. Но ваш блог, он приравнивается к средствам массовой информации. Ну сейчас любой блог, в котором посещаем больше 5 тысяч человек. Да, должна быть. Ну, как это вот, каково вам, это как называется, welcome to the class. Как вы себя ощущаете в качестве журналиста, условно говоря, человека, который пишет в средствах массовой информации? Или вы таковым себя не ощущаете? Я не ощущаю себя таковым, поскольку я не освещаю что-то. Я могу написать, я просто могу написать какую-то, я устал. Или там, я не знаю, ой, ну и погодка сегодня. Это все равно так и остался мой личный микроблог. Я также выкладываю в соцсети фотографии, но я, ну, иногда там меня просят, Мишка, у нас там шоу какое-то или у нас там концерт, можешь? Пропиарить. Да, пропиарить. И я в силу своей доброты и мягкосердечности говорю, ну да, конечно, я это сделаю там. Мне очень не нравится фидбэк этого всего. То есть, обратная связь. Я понимаю, что люди в лицо мне никогда не скажут. А за глаза они могут там написать какую-то, а вот там касается и национальных вопросов, могут написать мне что-то. И касается, ну, много завистников. Они просто пишут, либо просто школьник какой-то, он понимает, чувствует свою безнаказанность. Он может просто написать, хотя может он сам того не думает или не ощущает того, что пишет. Но он написал это. Либо просто какой-то парень с юношеским максимализмом взял и написал, просто чтобы я что-то ответил. Естественно, я не отвечаю на это. Это правильно. Да. Ну, я за живое общение. То есть, мне проще встретиться с группой моих почитателей или поклонников моего творчества и поговорить воочию. Тут я чувствую как раз-таки этот обмен энергии. Через интернет его не происходит. Даже через телевидение, через кино он есть, но через интернет я не ловлю его. Его нет. Он очень сложный. Он, не знаю, его очень сложно понять. Нет, вот анонимность в интернете, она раздражает, потому что ты, в общем, совершенно не понимаешь, что это, кто это и зачем. Да. Это может быть чей-то заказ, это может быть там, в общем... Да. Я в этом смысле с вами солидарен. Я против анонимности в интернете, тем более, что кому надо, те все знают. Возьмите, пожалуйста, животное. Оно, по-моему, достойно себя повело, то есть никуда не пытался убежать. Вот, что важно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.